Привет! Анатолий с тобой с Жарпарком. Понимаю, как заинтересовало тебя название видео, и я уверен, ты не разочаруешься. Но мне в комментарии очень нужны химики, люди, которые знают химию, потому что я провожу расследование, и мне не хватает знаний. Поэтому химики отдельная просьба. Досмотрите, пожалуйста, до конца без перемоток, и оставьте, пожалуйста, в конце ваш комментарий. Итак, на момент съемок я занимаюсь отделкой парной. Соответственно, все свои свободные мысли в свободное время заняты у меня компьютерными играми, потом бабами, потом, естественно, отделкой парной. У меня есть хобби. Я делаю, когда мне фигово, ножи. Мелкая моторика развивает разные функции головного мозга, и для того, чтобы сделать хорошую рукоятку, я делаю так. Иду в Ашан и беру крем на основе воска каждый день. Стоит он 13 рублей за 60 мл. Хватает его на очень огромное количество ножей, поверьте. И сегодня я был в Ашане, и у меня одно наслоилось на другое. Отделка парных, пропитка полоков и изготовление ножей. Я сразу же купил еще одну баночку и записываю это видео. Окей, начнем все по порядку. Интернет требует пруфов. Пожалуйста, вот пруф. Вот нож, который я последний сделал. Ну, тут лезвие Морохантер. Это береза. Сувелькап сам срезал, сам отваривал в чае. Три раза прошелся вот этим вот воском. Вот так вот структуру дерева воск вывел. Ну, вот просто пруф. Я буду все сегодня с пруфами делать, потому что знаю, какие бывают комментарии и комментаторы. Дальше, вот у меня полок, который наполовину обработан воском, а наполовину не обработан. Давайте я это сделаю при вас, еще покажу, как это все выглядит. Нужно взять совсем чуть-чуть-чуть-чуть воска, свободное место провести. И, пожалуйста, вы видите, как структура дерева вылезает. Вот, собственно говоря, все. Теперь мы берем баночку. Максимально показываю состав. Вот он сверху написан. Я все свел в табличку Excel, поэтому это я показываю чисто для пруфов, что я нигде сегодня не вру. Ну, в принципе-то не особо вру. Ну, просто требуются пруфы. А теперь... ББХ. Есть у нас средство номер один на основе воска. Вы его все знаете. Тикурила продается в любом магазине. Я потратил 15 минут, чтобы найти состав. Из чего же он сделан. Итак, баночка стоит под косарик. Ну, на момент съемок. И спасибо большое компании онлайн-трейд, где... Вот фотография. Я ее долго искал. Не мог найти. То есть, на официальном сайте написано просто. Используются там натуральные воска. И мне пришлось через гугл-картинки. Вы можете повторить мой поиск. Состав тикурила воск. Вот, пожалуйста. Вы все видите. А кто не видит, говорю, все в большую табличку сведено. Из чего сделано. То есть, помимо натуральных восков, да, тут еще вот, пожалуйста. То есть, вот он, карнаупский воск, вода, специальные добавки. А более мелким шрифтом написана еще всякая химия. Но, обратите внимание. Видите, тут написано, возможно, аллергические реакции, да. То есть, на всякий случай они предохранились от... Как это называется-то, покупателей-то, которые любят тягать в суд-то, блин. Ну, короче, нехорошие люди, да. И вот, пожалуйста, табличка. Да, кстати, этот продукт продается в России, а значит, он прошел сертификацию. А значит, все вот эти вот химические вещества ведут себя нормально в банях, в саунах при температурах 100-120 градусов. Я, конечно, понимаю, что кто-то может со скептицизмом это слушать, да, говорю. Да, знаю я, как проходят сертификацию, сам ее делал. Но ничего не буду говорить. Есть сертификат, продают, серьезная компания, значит, все нормально. А вот и табличка. Каждый день. Из чего состоит и средство номер один, из чего состоит. Опять же, я знаю своих братанов, комментаторов, талян. Ну, что ты не полез в гугл, не вбел, что такое линолол, допустим. Что я за тебя, что ли, делал должен, бро? Я это сделал за тебя, и там написано просто химическая формула. А что это такое? Как это ведет себя вещество при 100 градусах? Не выделяет ли какую-нибудь там бяку или гадину, или там, не знаю, что-то зловредное. Я не знаю, поэтому химики, пожалуйста, расскажите, можно использовать вот эти вот вещества? Какие-то вещества, я понимаю, ароматизаторы? Можно. Растительное масло? Можно. Ну, скорее всего, здесь находится льнянка, потому что, если бы здесь было бы, ну, не знаю, там, растительное масло, это все бы прогоркла бы баночка. Парафины и воска бывают химические, и именно они дают вот ту вещь, почему вода не проходит, потому что они забивают все поры у дерева. Вазелин тут нужен за тем же, зачем нужна вода в средстве номер один, для того, чтобы это средство наше было вот такое вот в состоянии достаточно удобном. Ну, не жидкое, но просто вязкое. О, дальше. Что хочу еще сказать? Вот я знаю комментаторов, сейчас люди из деревни, из села напишут, фу, какая гадость, ребята, варите воск. А вот кому ты рассказываешь варить воск? Горожанину? Где я его тебе, во-первых, возьму, и где я его тебе варить буду? Соответственно, у нас, у горожан нет выхода, кроме того, как покупать либо воска, либо льнянку. Давайте поговорим о льнянке. Ну, просто, коли об этих вещах говорим, надо поговорить о льнянке. Льнянка вообще моя любимая. Но обычную льнянку, которая в том же Ашане стоит самая дешевая бутылка, 103 рубля, я бы брать не стал. Почему? Потому что у тебя должно быть на льнянку время. Если ты делаешь покрытие льнянкой натуральной, продуктовой, из продуктового магазина, то ты должен знать, если ты сделаешь три слоя сразу же, то у тебя вместо того, чтобы полимеризоваться, льнянка, она прогоркнет. Не 100% прогоркнет, но есть большой вариант. И тебе придется вот этот вот один миллиметр льнянки, которая впиталась, вышлифовывать из доски, чтобы у тебя не пахло прогоркло все. Во-вторых, обычная льнянка от льняного масла натурального, которое продается в магазинах, в печных, в ваннах, она не гидрирована. То есть у нее нет быстрой полимеризации. Третье, льнянка, которая продается в баночках, в магазинах печных, ну их три производителя. Первое, это живица, она не ароматизирована. То есть льно пахнет льном. Ну, льнянка пахнет льнянкой. В течение двух недель будет запах льна. Кому-то нравится, кому-то нет. Два других производителя, а именно Норд-ЮДМ и Мастер Гури специально для этого используют отдушку из... Ну, отдушка пахнет елкой, сосной. То есть это основное отличие. Вот я бы не стал бы поры дерева забивать воском. Я бы стал использовать льнянку. Ну, кто-то же использует воск. А есть люди совсем бедные, у которых вот тысяча рублей, это, блин, большие бабки. Вот эта баночка стоит 13 рублей. Поэтому, господа химики, сделайте для русскоязычных людей большую пользу, большое добро. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какое вещество для чего нужно и можно ли его использовать в бане при температуре 100 градусов. Не выделяет ли оно что-то. Очень большая просьба. Спасибо, что посмотрели видео. И напоследок говорю, я не призываю использовать крем для обуви для того, чтобы отделывать полоки, наносить на полоки. Я просто хочу разобраться. Еще момент. Я, естественно, посмотрел все остальные крема для обуви, и у них абсолютно другой состав у других производителей. Это самое дешевое, 13 рублей. Вот его состав. Все, на этом видео окончено. Давайте начнем обсуждение. Потому что все-таки 13 рублей против одной тысячи и больше. Вот за такую банку. В чем разница, есть она или нету? Понеслись обсуждения. Спасибо. И вот.